Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о новинке от компании Annex. Моделька называется MIV или MEV, как правильно. Вы уж напишите в комментариях, как оно произносится. Цвет сегодня у нас будет на обзоре серый, называется KIT, KITTY. И чтобы вы не спрашивали, что за цвет у меня в обзоре, потому что вы почти всегда об этом спрашиваете, друзья. Вот, эта колясочка у нас новиночка, она только вот только появилась. Сегодня мы рассмотрим комплектацию 2 в 1. Annex польский бренд, вдруг кто забыл. И этими новиночками они прям претендуют на премиум сегмент, скажем так, на начало премиум сегмента. Прям на премиум они не тянут, прям вот на такой конкретный лютый премиум, назовем его так. А, скажем так, на начальный уровень вполне себе тянут, потому что сделаны они максимально качественно и хорошо, с очень хороших, хороших, качественных материалов. Здесь, в принципе, вот так вот в целом придраться не к чему, но это недостаточно, чтобы быть премиальным товаром. Поэтому и я и говорю, прет премиум. Собственно, друзья, в двух словах технические характеристики вам назову. Это гарантию, кстати, вот они дают действительно очень хорошую. Три года, это действительно очень большой срок гарантийный. Но сразу вам говорю, три года, если вы будете просто конкретно юзать эту коляску и не будете ее обслуживать, ухаживать за ней, продувать, смазывать. Любая коляска из любого премиум дешевого сегмента, она потребует внимания, потому что заскрипит, что-то может сломаться. Если вы не будете обслуживать, друзья, не живут столько коляски, за которыми не ухаживают. Поэтому следите за колясками. Смотрите, вес, здесь самая фишечка, это полноразмерная вседорожная коляска, а весит она, что с люлькой, что с прогулкой, 10,7 килограмма. Это просто крутой, крутой, очень крутой показатель. Кстати, в прогулочном блоке, к нему мы вернемся, точнее, к нему еще подойдем. У него 115-170, у него очень хорошая посадка. До 4-5 лет приблизительно позиционирует эту колясочку для возраста ребенка. И ширина колесной базы здесь 60 сантиметров, всего лишь очень полноразмерный хороший показатель. 72 на 31 у нас размер люльки. И максимальный вес, который она выдерживает, это 22 килограмма. Кстати, в комплекте идут адаптеры высоты, чтобы вы могли поднять, что прогулочный блок, что люльку выше или ниже. Если вам это нужно. Рост у людей тоже разный, этот момент одобряю, очень хорошо продумали. Москиточка будет и на люльку, и на прогулочный блок. И дождевик будет на люльку, на прогулочный блок. Сумка, рюкзачок тоже будет. Вот, в общем, давайте изучать. Люлька, она у нас комбинированная с ткань, с эко-кожей. Аннекс вообще вот эти мне нравятся. Визуально они всегда прикольнее, чем, наверное, большинство колясок. Потому что форма люльки, комбинации цветов, комбинации материалов, арт-цвет рамы всегда сделаны интересной со вкусом. Дизайнеры тут работают, и хлеб свой не зря едят. Ткани просто прекрасные, очень приятные ткани. Здесь у нас эко-кожа, облегченная у нас здесь люлька. Видите, какой она прекрасной формы, с прикольными материалами. В общем, не придраться. В козырьке у нас есть вот такая вот секция. Открываем, и вот это все можно вот так отвернуть. И у нас ребеночек будет летом принимать солнечные ванны. Красота! Не нужно, закрыли. И все. Замочек у нас здесь прорезиненный накладочкой, чтобы вода туда не попадала. Собственно, также у нас в козырьке есть вот такой дополнительный козыречек. Если не нужен, его можно внутрь завернуть. Вот так это все выглядит. Накидка на ножки, друзья, у нас с очень высоким бортом. И в ветреную погоду ребенок нормально там себя будет чувствовать. Что мне нравится, что аннекс уходит от липучек. Я терпеть не могу липучки. Аннекс их, к сожалению, в свое время любил. Лепил их везде, чего не стоило делать. Отличный вариант это магнитики. Все держится на хороших, мощных магнитах. Просто прислонил, все держится. В общем, вот такая накидочка с таким высоким бортиком. Тоже все классно. Идем дальше. Козырек у нас регулируется с помощью кнопочек. Нажимаем, опускаем. И я хочу вам показать сейчас начинку, внутренность. Вот такой у нас идет в комплекте матрасик. Вот с таким интересным рисуночком. Прикольно. Мягенький. И очень крутые материалы, друзья. Очень приятные материалы. Вообще в этих новых двух моделях ткани просто огонь. Перед этим роликом посмотрите еще одну новиночку от компании Annex. Сейчас хочу вам показать внутренность. Она очень-очень глубокая. Вот обратите внимание, люлечка действительно очень глубокая. У нас здесь вентилируемый каркас. И что самое интересное, на основании здесь есть вот такое отверстие с заслоночкой. Можем открыть, закрыть, чтобы вентилировалось и дно. В общем, вот такая вот люлька. Очень стильная, симпатичная, полноразмерная. И у меня претензий к ней в принципе нет. Чтобы вы могли спокойно ставить на землю. Здесь нет отдельных четырех ножек. Здесь вот такие вот пластиковые вставки во всю длину. Ну как, не во всю длину, а в основании. Чтобы вы могли спокойно ставить на землю. И она не попортилась. Собственно, люльку посмотрели, разобрали. Теперь давайте посмотрим на прогулочный блок, друзья. Прогулочный блок, естественно, он реверсивный. Вы можете ставить и по ходу движения, и против хода. Я сейчас не буду снимать адаптеры высоты. Будем пользоваться вместе с ними. Потому что так будет ребенок сидеть повыше. Собственно, ставим. И смотрим, что он из себя представляет. Вот таким образом все это выглядит. Что очень удобно. Здесь ремешки всегда отопорчены. Торчат наверх. И вся система ремней, она магнитная. Очень удобная тема. Потому что вы не будете там искать, засовывать. Просто приложили. Все. Никаких заморочек. По высоте спокойно одним движением регулируем. И ремни всегда торчат, чтобы вы спокойно могли посадить ребеночка. Естественно, у нас также по безопасности, что касается. Есть бампер. Он откидывается у нас в сторонку. И опускается вниз, чтобы мы беспрепятственно, спокойно усаживали своего карапузика. Естественно, регулируемая подножка. Все это само собой разумеющиеся вещи. Мягкая ткань. Очень приятная ткань. Давайте теперь посмотрим на козырек. Сейчас козырек у нас в обычном положении. Есть еще секция. Открываем. Вот так вот. И у нас дополнительная секция. В этой дополнительной секции тоже на магнитиках есть возможность открыть секцию с москиточкой. Чтобы ребенок опять же принимал солнечные ванны. И давайте теперь посмотрим его горизонтальное положение вместе с открытым козырьком. Чтобы вы видели, насколько он закрывает лежащего спящего ребеночка. Ровно наполовину он прикрывает ребеночка. В принципе, окей. Так, теперь давайте покажу вам те самые 115 градусов, о которых я говорил. Это очень хороший показатель. Здесь капитанская посадка и ребенок не завален назад при прогулке. Многие родители на это жалуются, что ребенок полулежит и он постоянно держится за бампер, чтобы просто сидеть и смотреть на мир. Ну, действительно, в таком полулежачем положении ребенок обычно не любит сидеть. Здесь этой проблемы, собственно, нет. Смотрите. Хочу показать вам рюкзачок. Это именно сумка-рюкзак, потому что здесь, видите, одеваем. И что классно, кстати, на обратной стороне рюкзака, дышащая ткань, потому что спина от рюкзаков потеет. Вот такой стильный, прикольный рюкзак, который можно и без коляски использовать. Потому что он реально прикольный по своим делам. Можно его брать. У меня жена тоже постоянно с рюкзачком вместо сумки в большей части ходит, когда в спортивной одежде. Как по мне, очень прикольный аксессуар. Он тоже снаружи в эко-коже, сзади ткань. Так, ручка, друзья. Ой, у нас здесь пленочка еще не снята. Эко-кожа, друзья, с хорошей прострочкой. Приятная эко-кожа, плотненькая, хват толстый. Все, как я люблю. Регулируется вот в таком диапазоне. Это максимум, это минимум. Диапазон не самый широкий, но он вполне себе для 90% родителей подойдет. Так, что у нас с основанием? Давайте посмотрим на багажник, на колеса и на тормоз. Что у нас с шасси? Друзья, Annex добился просто шикарных результатов в амортизации. Здесь прекрасная амортизация спереди, причем она очень хорошая. Прекрасная амортизация сзади. Коляска едет хорошо и дорого. Не зря они претендуют попасть в премиум сегмент. Они делают все для этого правильно. Колеса здесь не надувные, просто прорезиненные. Очень легкие. Самое главное, тихие колеса. Тормоз самый правильный. Нажимаем, тормозим, нажимаем подошвой также сверху, снимаем с тормоза. И вот такой у нас багажник. Теперь он у них открытый, с нормальным человеческим доступом. Потому что багажники в Annex это такое немножко слабое место. Все-таки я считаю, потому что форма и доступ к ним не самые удобные были в других моделях. Но в угоду дизайну они делали, как делали. Собственно, теперь давайте разбираться, как эта вся конструкция складывается. Чтобы сложить коляску, что нам нужно? Нам нужно опрокинуть ее вперед. Вот таким образом. Проехать чуть-чуть назад, чтобы колеса развернулись в ту сторону. И потом нажимаем здесь две кнопочки и опускаем ее вниз. Так, смотрите, коляска, я ее сам не складывал, поэтому сейчас делаю все первый раз с вами. Я знаю, что она точно складывается вместе с блоком, но не знаю, складывается она по ходу движения или против хода. Сейчас она стоит по ходу движения. Мы с вами пробуем ее сложить. Потому что я сам два варианта не пробовал. Вот, смотрите, что мы имеем. Получается, что по ходу движения не вариант. Сейчас попробуем против хода. Так, что у нас тут идет не так? Ставим ее, собственно, против хода. И смотрим, что получится. Опускаем сюда. А тут уже логично, что будет складываться. Потому что сразу видно, как она ляжет. Вот. Получается, что мы можем ее сложить, когда ребенок смотрит в другую сторону. Собственно, вот так мы получаем колясочку. Достаточно компактная в таком исполнении, я считаю. Это размер обычной такой классической вседорожной коляски, прогулки, книжки, так называемой. Открываем. И... Как мы видим, колясочка, прогулка должна стоять лицом к вам, чтобы все компактно сложилось. Она, естественно, сложится и по ходу движения, но будет топорщиться. Поэтому имейте в виду, вот такой мы с вами вместе эксперимент и провели, друзья. Собственно, добавить мне, друзья, больше нечего. Мое короткое мнение. Анекс. Не зря сделали эти две новые модельки. Потому что, если хочешь попасть в премиум сегмент, предыдущие модельки у них не дотягивали откровенно до премиум сегмента. Хотя они не дешевые, но, естественно, тоже качественные. Премиуму все-таки нужно больше. Соответственно, вот это они и сделали. Молодцы. Колясочку одобряю. Лично мое мнение, мне очень нравится. Выбор, естественно, как всегда, за вами. Можете приехать в сеть магазина First Buggy. У нас их в России много. Пощупать, посмотреть, поюзать, сравнить с остальными и сделать уже свой вывод. Собственно, и все. Вопросы остались, комментарии открыты. Пишите. А вам удачный выбор. До свидания.